здравствуйте уважаемые друзья и коллеги в эфире очередной выпуск видео рубрики эко-бесогон миссия которой изгонять бесов из экологического движения из правоотношения сфере праводопользования охраны окружающей сибири сегодня тема нашего выпуска это зеленые генералы опасных карьеров и речь пойдет о федеральном экологическом надзоре за недропользованием и проблемах связанных с этими вопросами с этими проблемами из социально-экологической обстановки в нашей республике долго думал стоит ли говорить на эту тему но сподвигло меня окончательно на вот это выступление получение нами вот такого уведомления управления статистики по нашей республике об обнаружении факта нарушения законодательства где наше управление статистики пишет согласно сообщению поступившего из южного уральского межрегионального управления роспроводнадзора вашей организации не представлен установленный срок отчет по форме федерального статистического наблюдения 2 тп отходы ну хочу сказать что по статье 1536 по моему кодекса об административных правонарушениях штраф за непредставление отчета на юрлиц составляет до 70 тысяч рублей и обращаем внимание на то что по сообщению южноуральского управления роспроводнадзора то есть такой вот ответ на нашу критику данного управления вернее неадекватной реакции на экологические нарушения систематические и грубые в нашей республике со стороны поднадзорных предприятий природопользователей со стороны как раз этого управления то есть мы не раз критиковали их и собственно какие-то результаты уже есть ну вот решили в управление в руководстве управления сделать ответный ход и направили вот такую жалобу с тем чтобы оштрафовать наше юрлицо но при этом как-то упустили из виду что союз экологов это общественная организация она не имеет ни денег не штата и не является отходообразовательным поэтому никаких отчетов 2 тп отходами писать никому не должны да и нет у нас таких отходов в нашем офисе более еще раз говорю штатного персонала у нас нет так вот это одна из причин которая так сказать заставила меня вот эту тему поднять ну а вторая наверное основная это анализ социально-экологической ситуации в целом по республике причин вернее вот ухудшения вот этой ситуации вот вы не задумывались над тем почему у нас состоялись вот такие протестные мощные экологические всплески общественного движения на куштау за уралия несколько лет уже это сказать и по разным поводам шумит южный промузел и массово сотни людей жалуются протестует против загрязнения атмосферного воздуха почему у нас вместо ликвидации накопленного вреда закапываются свалки на нашей территории без гидроизоляции свалочного тела почему у нас нет экологического надзора на нефтепромыслах нашей республики ну еще много много почему то есть много претензий есть к федеральному экологическому надзору его компетенции и к его результативности мы как специалисты в этой сфере конечно оцениваю это как неудовлетворительный крайне низкий уровень результативности эффективности экологического контроля что вызывает свою очередь отрицательная так сказать отрицательную реакцию со стороны населения причем массовую вот вам причина куштау ведь именно управление роспроводнадзора дает разрешение на разработку недр проводит экологическую экспертизу проекта разработки недр так сказать и именно они согласовали разработку так сказать куштау шихана куштау именно это управление согласовало сбросы сточных вод белых морей в реку белая и много 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 таких действий со стороны управления роспроводнадзора к чему это приводит люди недовольны экологической ситуации в республике крайне недовольны последние события в башкирском заурале наиболее яркий пример к этому то есть люди долго надеялись несколько лет ждали когда это управление роспроводнадзора примет соответствующие предусмотренные законодательства меры к недропользователям золото добытчикам к разработчикам карьеров которые в принципе загадили все заурале там и реки отравлены таска тяжелыми металлы и почвы и грунтовые воды и по выпасам скота тоже есть проблемы со всех сторон вот эти вот выработки карьерные ну и соответственно питьевой воды там должного качества можно сказать уже нету так вот люди надеялись что будут приняты меры со стороны федерального органа к недропользователям а это основные природопользователи башкирском заурале именно управление роспроводнадзора осуществляет контроль за лицензия атоме которая осуществляет недропользование их 67 у нас но этого к сожалению не было поэтому люди стали выходить на митинги несанкционированные в том числе требовать принятия мер требовать отставки органов власти республики заметьте то есть виноватых остался глава нашей республики ради хабиров хотя у него нет полномочий по контролю по надзору за недропользователем не может отозвать лицензии это может сделать только управление роспроводнадзор так вот получается кто же у нас виноват том что у нас ухудшается экологическая ситуация в республике и соответственно ухудшается и социально-экологическая социально-политическая ситуация в республике особенно в горящих точках таких экологического неблагополучия где сосредоточено так сказать достаточно много населения которые недовольны тем что государство не принимает адекватные меры по защите их конституционного права на благоприятную окружающую среду вот и получается что кто является виновником всего этого дела заметьте это происходит период подготовки к выборам президента российской федерации это происходит период проведения специальной военной операции и противостояния нашей страны с коллективным западом где часто поднимается в нашей стране я имею ввиду часто поднимается вопрос пятой колонны кто работает против интересов государства так вот кто работает то пятая колонна это жители которые требуют для себя чистой окружающей среды и принятия адекватных мер со стороны управления роспроводнадзора или природоохранные чиновники которые молча равнодушно наблюдают за этом дело за этим ну что ли трудно подобрать слово но то что делают коммерсанты с недрами на территории башкирского зауралья это уже запредельное что а федеральные надзорные органы не отозвал ни одной лицензии не передал до возбуждения уголовного дело и до приговора судебного ни одного материала в правоохранительный орган значит виноваты не органы власти не главы районов башкирского зауралья и других районов где население недовольно так сказать экологической ситуации а виноват основной природоохранный орган нашей республики управление роспроводнадзора ибо только он может отозвать лицензии проверить предъявить иски штрафы передать материалы на возбуждение уголовного дела ну и соответственно навести порядок в целом природопользования так вот заканчивая это выступление я хотел сказать что надо разобраться все же кто прав кто виноват в этой ситуации из органов власти с учетом того что я уже сказал с учетом тех доводов которые я привел и соответственно я бы предложил заслушать отчет руководителя управления роспроводнадзора южноуральского управления на заседании мисс ведомственного совета по безопасности при главе республики у меня все до следующей встречи